Все, о чем мы говорим в программе Политпрайм, так или иначе упирается в экономику. Сама политика – это концентрированное выражение экономики. Это сказал, кажется, Ленин, кстати, не самый последний экономист. Однако сейчас мы спорить об этом не будем. Гораздо важнее, на мой взгляд, выяснить, какое состояние экономики Хабаровского края по итогам очень трудного года. От этого зависит жизнь каждого из нас. Поэтому представляю гостей Дмитрий Викторович Пугачев, заместитель министра экономического развития Хабаровского края. И Андрей Николаевич Веретейников, советник губернатора Хабаровского края и представитель предпринимательского сообщества. Здравствуйте. Вообще, насколько труден был уходящий год? Самый трудный из всех последних нескольких. Наверное, так очень коротко сказать. Потому что введенные санкционные ограничения со стороны недружных стран привели к ряду проявлений в экономике России, с которыми ранее, даже в период ковида, например, наша страна не сталкивалась. О чем речь? Это усиление волатильности курса рубля, заметное снижение доступности кредитных ресурсов, особенно когда была резко повышена ключевая ставка Старобанка. Проблемы в оплате импортного оборудования и комплектующих, что и сейчас до сих пор сохраняется. Нарушение логистических цепочек, необходимость пересмотра условий реализации индиционных контрактов с учетом внешнего и внутреннего финансирования. И, кроме того, очень серьезным образом изменилась ситуация на потребительском рынке. В связи с ослаблением курса рубля спрос населения на ряд продовольственных и непродовольственных товаров привел к резкому всплеску инфляции. Сейчас, конечно, она подзамедлилась, но ее негативное влияние будем ощущать еще достаточно долго. Я бы, наверное, отдавал бы характеристику не одному году, а последним трем годам. Да, да, да. Потому что изначально все-таки пандемия подкосила бизнес и экономику в целом. И вот так вот Маховиковы скручивались, собственно, с последним годом он задал тему. Ну, тот факт, что сначала рубль упал, а потом все-таки взлетел, он положительным был явлением для экономики или наоборот? Ну, дело даже было не в рубле, а насколько были готовы к этому, насколько были готовы к замене всех транзакций, насколько были готовы к изменению логистических цепочек, к изменению каких-то направлений в бизнесе. И вот здесь не было временно раздумий, и благодаря такому взаимодействию бизнеса и власти, и нельзя так говорить, но, к сожалению, это помогло реализовать большое количество проектов, и бизнесу в том числе помогло относиться к этому совершенно по-другому, потому что у тебя есть люди в коллективах, у тебя есть какая-то социальная ответственность по развитию экономики в целом. Ну, вот так все произошло. А какие отрасли экономики и бизнеса больше всего пострадали? Начну. На сегодняшний день до сих пор не определены критически ли сложные динамики или ситуации в нескольких отраслях. Это добыча угля раз, металлургия два, авиастроение три и лесозаготовки четыре. Все они объясняются примерно одним рядом факторов, но со своими особенностями. В авиастроении, безусловно, это до сих пор непредаленная зависимость от импортных комплектующих для производства самолетов. В добыче угля достаточно непросто с импортным оборудованием для добычи, потому что российского до сих пор мы не производим в стране аналогичного оборудования. В лесозаготовках это до сих пор не восстановившийся спрос в Китае на продукцию наших лесозаготовителей и первопередела этой отрасли. Ну, а металлургия примерно те же причины. Разрыв логистических цепочек и практически такое самое сильное влияние антироссийских санкций со стороны западных государств. То есть сейчас крайне сложно заключить внешнеорговые контракты с иными странами, но уже первые решения в этом есть. А в бизнесе? Это действительно макроэкономика, это крупный бизнес в основном. Но если говорить про средний и малый бизнес, изначально же пострадавшими отраслями официально были признаны 12 отраслей. Конечно, это в основном были услуги, в том числе туризм. И все очень просто на сегодняшний момент, как бы это страшно ни звучало. Ты берешь какую-то отрасль и преранишь его каким-то историям, связанным с санкциями, либо закрытиями границ. Накладываешь эту таблицу и у тебя получается, собственно, отрасль пострадала или нет. И положительным является то, что мы были готовы уже к импортозамещению, в принципе, на 100%. Мы были готовы даже к санкционным каким-то мерам, потому что как бы пандемия немного подготовила. И когда уже пошли какие-то санкции, запреты, закрытия и так далее, коллеги уже могли правильно реализовать все те наработы и навыки до того, как. Но самое интересное ведь в том, что даже были изначально проблемы, например, с программным обеспечением. Почему айтишников начали поддерживать. И да, был какой-то такой небольшой в первой неделе шок, потому что... Ну, не потому что мы этого не можем, не потому что мы этого не могли и не учились, а потому что это не нужно было. Было удобно где-то его скачать, взять, приобрести и не заморачиваться. Но сегодня бизнес в этом уже неплохо реализует свои проекты. Мы говорим уже в том числе и о замене оборудования, об обслуживании оборудования, о программном обеспечении. И очень хорошо, что многие российские производители вышли на новый уровень. Раньше они не могли пробиться, например, конкурировать с иностранными поставщиками, в том числе оборудование. Сегодня полупродники уже делают российские компании, поэтому если про позитив, то так. А вот пока не забыл, мы, конечно, следим за курсом рубля, доллара и евро, но из чисто спортивного же интереса, поскольку никто этого не покупает. Но для экономики края удобнее, когда высокий курс доллара или низкий? Хорошо, Андрей Николаевич, отвечу. Значит, самое важное, чтобы курс доллара был, или вообще иностранной валюты, и евро, в том числе предсказуемым и достаточно стабильным на протяжении как можно большего отрезка времени. Потому что в экономике нет идеальных решений. И высокий курс иностранной валюты, он, например, будет очень хорош для экспортеров, но в то же время затруднять импортную деятельность тех поставщиков продуктов, оборудования, комплектующих, технологий, привлечения внешнего финансирования. Если же наоборот, когда курс национальной валюты достаточно высокий по отношению к иностранным валютам, означает, что наши экспортеры будут в первую очередь страдать, означает, что производство в стране будет сжиматься, но в то время будем поддерживать в определенном смысле производителей и поставщиков иностранных государств. Хорошо ли это? И то, и другое неоднозначно, потому что нужно находить разумный баланс, и главное, чтобы импортеры, экспортеры и производители в нашей стране имели стабильность и строили свои бизнес-планы, и свою реализацию своих задач на протяжении обозримого серьезного будущего. Я сужу как потребитель. В начале года немножко трясло. Исчезали совершенно неожиданные вещи, вроде бумаги для принтера, потом появилось. По моим ощущениям, экономика как-то справилась. Но несмотря на ужасные санкции, которые объявляют чуть ли не каждую неделю, я не вижу, что что-то происходило. Я прав? Или надо готовиться к худшему? Все правильно. Не надо готовиться к худшему. Научились же со всем этим справляться. Действительно, изначально из-за поднятия курса доллара многие иностранные товары, они просто повысили цене, и рядовой потребитель просто в магазинах увидел повышение цен и испугался. Но благодаря поддержке государства, параллельному импорту ушли такие необходимости, как согласование, увеличение стоимости и так далее. Появилось, она никуда и не девалась, но просто объемы увеличились с Азией, объемы увеличились с Белоруссией и другими странами. И многие коллеги нашли, что ставить на полки. Это если говорить про малый бизнес. Поэтому для потребителя сейчас не существует никаких проблем. Ну и, собственно, наше государство все-таки дало понять другим государствам, неправильно себя ведущим, именно о том, что мы способны выстоять и любую продуктовую линейку, либо инженерную, в принципе, мы готовы заменить. Ну, вот все это время у нас каждую неделю собирался штаб по экономике под руководством губернатора. Чем там занимались? Это действительно помогало? Экономика как бы находилась в ручном управлении? Ну, я, если не против, я начну, расскажу именно со стороны предпринимателей. На тот еще момент действительно удобная такая была площадка, и она была абсолютно логичная. Михаил Владимирович дал распоряжение создать быстро штаб. И они у нас такие были отраслевые, было несколько направлений. Но самое главное, что мы собрали в эту команду профессионалов, аналитиков, именно отраслевых. То есть у нас не было возможности поговорить обо всем и сразу, не было никаких круглых столов. Была именно повестка здесь и сейчас. Образно говоря, если что-то выяснялось, если есть какие-то сигналы со стороны, в том числе, жителей Хабаровского края, о том, что есть какие-то проблемы, бизнес себя как-то неправильно ведет, все это решалось. И на сегодняшний момент все эти штабы, они уже подуспокоились в хорошем смысле. И мы смогли планово перейти в нашу работу. У нас есть в плане экономики, развития и поддержки предпринимательства институционного климата в целом, таких две площадки, как института поддержки и взаимодействия. Это Совет по предпринимательству и улучшению институционного климата Хабаровского края. Им руководит губернатор, заместителем является его первый заместитель Мария Авилова, а также со стороны предпринимательства. У нас есть Илья Немеж, недавно назначенный на конкурсной основе. И также вот эти проектные офисы, которые в нормальном ритме сегодня проводят свои совещания. И мы собираемся, чиновники, предприниматели, для того, чтобы вырабатывать какие-то истории и быть готовыми к будущему. Вот это самое главное. Потому что, если вчера мы могли себе позволить не предвидеть и не анализировать наперед, сегодня такой возможности нет. Мы пытаемся закрыть все отраслевые ниши, в том числе и выявлять все проблемы на будущее. Давайте дополним. Я вот прямо-таки зачитаю ряд вопросов из повесток, состоявшихся уже 36 заседаний оперативного штаба. И вот смотрите, очень быстро начну их называть. Рассматривались вопросы. Стабильность на рынке труда края. Ценовая физическая доступность товаров и лекарств населения. Разработка дополнительных мер поддержки для предприятия малосреднего бизнеса края. Работа с темнообразующими предприятиями края. Поддовольственная безопасность. Реализация дополнительных мер поддержки для отдельных категорий граждан на территории края. Бесперебойная работа строительных организаций по объектам жилищного строительства, объектам социальной транспорта и инфраструктуры. Реализация мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Вроде бы такой обычный вопрос, такой вне штаба даже, был всегда постоянным. Тем не менее, ситуация с оборудованием, в том числе и влияет и на эту отрасль. Сейчас все взаимосвязано, в том числе и жилищно-коммунальное хозяйство. То есть весь спектр нормальных хозяйственных, экономических вопросов и социального характера, которые впрямую влияют на жизнь нашего с вами населения. Можно сказать, что удалось выстоять именно благодаря такому оперативному решению проблем. Не откладывать домных ящик в долгий ящик, а решать вот... Прошу прощения, вы в своем вопросе уже отвечаете на этот самый... Да, простите. Отвечаю на наш вопрос. Действительно можно. А если говорить серьезно, но здесь же даже вопрос не то, что оперативно были приняты решения, а то, что было сформулировано правильные повестки, потому что были действительно пострадавшие отрасли, были намечены в будущем пострадавшие отрасли, потому что при закрытии границ остатки на складах заканчивались. Мы по оборудованию... Вы знаете, вот если даже говорить по моей бывшей деятельности, предприятия общественного питания, у нас и так на 70-80% чувашское оборудование стояло, и всех оно устраивало, в принципе. А сейчас они добавили, например, электронное оборудование уже к своим жировым шкафам. Чувашское. Или параками томатом, или каким-то жаровням и всему остальному. И нормально, коллеги на них работают, ничего страшного. Хотя и научились обслуживать. Все такие вещи, они провоцируют все-таки развитие и культуры, и образования. И у тебя нет выбора, и ты начинаешь реализовывать все эти проекты на территории края, и, собственно, начинаешь этим гордиться. И в том числе бизнес-объединение, которое участвует, которое всегда есть на федеральном уровне, краевом, муниципальном, у них такая своя ниша появилась, в том числе и отраслевиков, и они смогли свой профессионализм наложить на статистику, образно говоря, которую всегда делится правительство Хабаровского. Лично меня, чтобы все беспокоило, в самом начале года, и даже еще в прошлом году, губернатор анонсировал очень масштабный проект реконструкции, стратегию развития края, там огромное количество строек, в том числе грандиозных. Я боялся, что все это придется свернуть. Но, судя по всему, ничто не сворачивает, все реализуется. Нет, давайте так ответим, что в декабре прошлого года было издано постановление правительства Хабаровского края 12.15, в котором определена одна из ключевых задач удвоения экономического роста к 26-му году. И она остается, да? Остается, никто ее не снимал, не отменял. И подводим каждый месяц итог реализации даже этой задачи, о текущей по сравнению с предыдущим годом, с предыдущим месяцем. Есть непростые ситуации, как уже говорил, в четырех, например, базовых несырьевых экономических отраслях. Но в целом ситуация и экономика выдерживаются на этой траектории. И, например, подтверждением тому реализация крупнейших инвест-проектов на территории края, к которым относим строительство и дальнейшую реализацию на Малмышском месторождении добычу золота и медно-порфировых руд, утвоение провозных мощностей БАМа. И все мы знаем о том, что началось, по сути дела, революционное решение по прокладке международной магистрали к порту Эльга в Тугуро-Чемиканском заливе на территории Хабаровского края. Сквозь непроходимую тайгу и строительство порта это прямо-таки в условиях нынешней России достаточно непросто. Но, тем не менее, дает свой прирост в показаниях. У бизнес-сообщества тоже оптимизм? Тут дело даже не в оптимизме, а в логике. При развитии крупных масштабных проектов федеральных, в том числе с федеральным финансированием, а его нужно еще доказать и правильно сдать зачет, чтобы получить деньги на территорию региона, чем, собственно, правительство сейчас и занимается. И при этом средний малый бизнес получает подряды. При этом при разработке таких крупных поштарных проектов малый и средний бизнес понимают, что им необходимо производство строительных смесей, например, строиматериалов или чего-то еще. И это происходит. Сегодня на суп-подряды уходит малый и средний бизнес, их количество растет. Кстати, так же, как по самозанятым. Если говорить про позитив дальше, то абсолютно логичным является, у нас сейчас вдвое, даже втрое увеличивается количество самозанятых. И мы убиваем друг зайцев, как бы это ни звучало. С одной стороны, коллеги выходят из тени, с другой стороны, появляется такая возможность мини-компании, которые еще без большого штата, ты только один, но все официально, с предоставлением отчетности в налоговую и так далее. Поэтому мы можем четко официально сказать о том, что благодаря таким большим проектам малый и средний бизнес уже не просто питается по чуть-чуть крошечками, а он на серьезных основаниях заходит во все проекты. И малый бизнес, я узнаю по нескольким депрослям, не закрывает никакие проекты. Потому что ставить себе планку выше, ты, соответственно, так и делаешь. Можно было вообще не заморачиваться, ее поставить, прикрыться вот этими всеми проблемами извне, ну и, собственно, потом благодарить друг друга к концу года за вот эти подъемы, рейтинги, все остальное. Нет, здесь четко губернатор поставил задачу, все это умножилось на два, и все коллеги, в принципе, стараются. И, судя по отчетам, вроде неплохо получается. Наверное, уже можно всех начинать поздравлять наступающим годом, по крайней мере, экономическим. Я поздравляю наших гостей. В студии программы «Политпрайм» были Дмитрий Викторович Пугачев, заместитель министра экономического развития Хабаровского окрая, и Андрей Николаевич Веретенников, советник губернатора Хабаровского окрая. Программа завершена. Встретимся в следующий четверг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова